Челябинск, Магадан, Хабаровск, Омск 40 регионов России собрались на острове Русском в лице руководителя студенческих отрядов. Путейцы, педагоги, волонтеры, спасатели, проводники. Больше полутысячи вожаток стали участниками 53-го всероссийского слета. С 2004 года слет по инициативе самих молодых студентов в поддержке органов государственной власти проходит ежегодно. Но впервые за 53 года официального начала движения студенческих отрядов России он проводится на Дальнем Востоке в городе Владивосток. Круглые столы и мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания. Эти ребята не умеют скучать и другим не дают. Второй раз после саммита ОТЭС ДВФУ принимает столь многочисленную и громкую делегацию. Оснащение островного кампуса оценили даже гости из Калининграда. Восхищает и сама организация данного мероприятия, и, конечно же, инфраструктура прекрасного, замечательного острова Русский. Я в полном восторге. Конечно, не верится, что две недели назад здесь проходил саммит. С руководителями студотрядов в неформальной обстановке пообщался и приморский губернатор. Его буквально атаковали вопросами про молодежную политику и перспективы строительных студенческих отрядов в крае. Каждое лето так или иначе проходит ремонт в общежитии. И такая традиция была, еще и до меня, честно говоря, заведена. Это не моя была, не мое изобретение. Но когда студент сам отремонтировал свое общежитие, значит, он уже, так сказать, там сам рисовать на стенах не будет. Поэтому, мне кажется, очень правильно. Давайте это будем, я это поддерживаю. Владимира Виклушевского тоже попытались завербовать вожатые. Даже подарили форменную бойцовку и значок. Запишите меня в пути на ответ. Я здесь семестр, конечно, не смогу отработать, но один день обещаю в следующем году. До следующей встречи всем будет, что вспомнить. Русский остров в Японском море порадовал гостей погодой и впечатлениями. Наталья Барт, Александр Бугаков, Панорама.